Здравствуйте! В эфире передача «Разговор по существу». И сегодня мы беседуем с директором Магданской областной юношеской библиотеки Евгенией Вельчинской. Евгения Валентиновна, здравствуйте! Здравствуйте, Лиза! Можно несколько слов о сегодняшнем дне в Магданской областной библиотеке? Как здесь проходит жизнь ее? Ну, прежде всего, хочется сказать, что Магданская областная юношеская библиотека – это современное эргономичное молодежное пространство. Это место, где сочетание физического и психологического комфорта создают абсолютные условия для самореализации любой потребности молодежной аудитории. Здесь можно заниматься, здесь можно играть в настольные интеллектуальные игры, здесь можно прийти с идеей и реализовать здесь свой проект на территории библиотеки. И все это можно провести вот в этих стенах. Мы с радостью и с большим уважением относимся к любым потребностям молодежной аудитории Магданской области. Вы согласны с утверждением, что работа в библиотеке уже давно не требует тишины? Ну, в чем-то согласна, а в чем-то нет. В последние годы мы с моими коллегами стали замечать, что молодежной аудитории необходимы такие укромные, спокойные, тихие уголки. То, что раньше, когда-то в бытность моего студенчества мы называли читальными залами. И такие уголки, они необходимы для того, чтобы готовиться к учебным предметам, для того, чтобы заниматься тем, что интересно, и просто даже почитать книги. Поэтому такие тихие места мы в библиотеке стали обустраивать и называем их условно точкой чтения. То есть они у нас стали появляться просто, столы, рабочие зоны. И, в общем-то, они никогда практически не пустуют. И в любое удобное время и старшеклассники, и студенты наших учебных заведений могут прийти и позаниматься здесь в спокойствии и тишине. Но, тем не менее, библиотека – пространство, как я уже сказала, для реализации любых амбиций. Поэтому здесь у нас бывает далеко не тихо, а очень даже шумно, когда у нас происходят какие-то серьезные, большие, масштабные проекты, реализуются на территории библиотеки. Это место для того, чтобы работали какие-то творческие площадки, место для встреч, для организации творческих лабораторий, место для того, чтобы проявить себя. То есть тут, мне кажется, разумный баланс и право выбора. Поэтому я не могу сказать, что библиотеки только теперь шумно. И не могу сказать, что библиотека – это то место, где однозначно должен быть всегда тихо, строгий библиотекарь, в очках, с пучком волос, который не позволяет сказать там слух ни одного слова. Библиотеки, они всегда отражают, они как лакомысовые бумажки того, что происходит вокруг. А так как мы библиотека, работающие с молодежью, то все, что интересно молодежи необходимо, все можно в разумном сочетании увидеть и наблюдать у нас в библиотеке. Ну, если я ответила на ваш вопрос, то так. Сложно ли сегодня противостоять цифровому миру? Насколько сложно заинтересовать ребенка книгой и отвлечь его от гаджетов? С моей точки зрения, это мое твердое убеждение, что не должно быть никакого противостояния. Безусловно, это может быть только разумное сочетание, потому что, безусловно, 21 век, он серьезно очень изменил состояние чтения в молодежной среде. Оно претерпело очень серьезные изменения. Конечно, теперешние подростки уже не хотят читать Тимура и его команда. И не только изменились потребности в чтении, но и изменилось само чтение. Молодежная аудитория гораздо меньше стала читать бумажных книг. Она все больше читает книги в электронном формате. И мы, кстати, стараемся это предугадать и помочь им в этом. Поэтому, например, очень популярная электронная библиотека Литрес. Она у нас, ну, как бы мы предоставляем такие услуги нашим читателям совершенно бесплатно. Стараемся, чтобы у них была такая возможность. И она у нас пользуется, собственно, такой большой популярностью у наших читателей. Примерно, я посмотрела перед нашей с вами встречей, в 4,5 раза у нас выросла книговыдача в период пандемии. И почти в 5 раз выросло количество пользователей этой электронной библиотекой. Поэтому, в общем-то, нужно просто давать возможность подросткам получать информацию, и молодежной аудитории, получать информацию там, где им это удобно. Сколько вообще не специфических каналов получения информации, вернее, для вас они совершенно обычные. Это интернет, где можно получить достаточно проверенную и валидную информацию. И сейчас многие педагоги позволяют использовать ее только правильно, правильно делая ссылки на то, что это тоже вполне себе возможно. Поэтому мы должны просто так же перестроиться, мы должны просто понимать, что это такие же источники информации, и мы не можем умалять их значения в жизни подрастающего поколения. Поэтому мой ответ на вопрос – это разумное сочетание. Просто все наши мероприятия, все, что мы делаем, молодежь, которая приходит сюда, их всегда окружает книга. То есть мы стараемся интерес к печатной бумажному источнику, мы просто стараемся его вот так ненавязчиво, но постоянно поддерживать у молодежной аудитории. Потому что все-таки уникальность библиотеки в том, что она располагает организованным, тщательно продуманным и очень правильно размещенным фондом. И тогда молодой человек, который пришел сюда встретиться со своими друзьями и поиграть в настольные игры, увидев книгу, которая раскрывает содержание какой-либо игры, она зацепит его глаз, он возьмет ее, прочтет. И, может быть, поделится с друзьями, может быть, подумает о том, что он хотел бы прочесть еще что-то. Вот такой вот, я думаю, разумный баланс и постоянное сопровождение к печатным источникам, он нам необходим сейчас. Скажите, пожалуйста, что сейчас считают больше всего? Вот этот самый распространенный вопрос в журналистской среде, мне его задают всегда. Это просто я очень его не люблю, но я всегда к нему стараюсь подготовиться. Я совсем недавно листала журнал «Книжная индустрия», и вот он говорит о том, что в 2022 году в России ожидается очень серьезный рост издания печатных книг. Почти на 30%. На 32% будет увеличиваться количество изданных книг на территории Российской Федерации. Причем основным потребителем этой продукции является молодежная аудитория. Это молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет. Это вот наша с вами история, да, в том числе. И по данным Росиндустрии, рост читательской активности этой же возрастной группы увеличился на 62,7%, чем в допандемийный период. То есть мы говорим о том, что молодые люди, они читают. И более того, они стали более активно читать, а в связи с последними какими-то моментами, да, надеюсь, что эта активность, возможно, еще и будет большей. Вот, молодые люди читают. Читали они всегда. Я преднамеренно не буду называть никаких авторов. Это считаю, ну, несправедливо, потому что читательские интересы молодых людей, они очень разнообразны. То есть читают все. По-прежнему стойким сохраняется интерес постоянным, так скажем, классической литературе. Ну, понятно, что продиктован он, скорее всего, не собственными какими-то амбициями молодого человека, а требованиями школьной программы и необходимостью сдачи выпускных экзаменов. Вот. А так, в принципе, молодые люди очень разноплановые и разные жанры читают, и интересуются современной литературой, и пишут сами. То есть, в общем-то, это миф о том, что молодые люди не читают. Если они даже не читают в каком-то там периоде, многие родители говорят, мой ребенок не читает, хотя я всегда ему читал. Да, вот, например, ему там 12 лет подросток, там, или 14, я не могу посадить его за книгу, это наказание. Он не будет читать 14 лет, он в 18 сядет за книгу, придет такой момент, когда он захочет это сделать, в большинстве своем. Вот. Но мне бы хотелось, наверное, здесь, знаете, что отметить? Еще такая, для нас вот существует определенная проблема, у нас есть, книги издают, например, для дошкольного возраста, понятно, такой сегмент у нас есть. У нас есть книги для младшего школьного возраста, мы понимаем, что это за книги. Но у нас нет книг для молодежной аудитории. Просто такого сегмента в издательском мире не существует. Это сегодня достаточно актуальная проблема. Мы говорили о ней на различных площадках, вот было большое совещание руководителей федеральных и центральных библиотек. Сейчас все озадачены этим моментом, что у нас не выпускается литература, специализированная литература для молодежной аудитории, рекомендованная, которую бы мы, в свою очередь, комплектовали в фонды себе, и, соответственно, могли бы сказать, что у нас такая литература, прямо вот она четко определена, и мы знаем, как ее комплектовать. Вот. Но, тем не менее, есть такое заимственное понятие западное, сейчас очень активно, такой пользующийся популярностью, как young adult. Это молодой взрослый. Вот это тоже, как бы, целый такой сегмент литературный, в котором пишутся современные авторы, и уже пишут отечественные наши авторы. И, в общем-то, мы подчерпываем информацию о таких изданиях в различных источниках, которые анализируют современный книжный рынок, и стараемся, чтобы такие у нас издания всегда присутствовали в библиотеке. Мы их комплектуем. Еще хотела бы один момент, здесь, наверное, вам остановиться еще на одном моменте, что, смею предположить, что одна, ну, как бы, всероссийская премия, она называется премия читателей, это единственная в России премия, которая присуждается читателями нашим современникам, отечественным авторам. Она, как бы, инициирована Российской государственной библиотекой для молодежи, и мы являемся региональным экспертом этой премии. То есть мы в ней уже принимаем участие в этом году, по-моему, четвертый раз. И я осмелюсь предположить, что лауреаты этой премии, они популярны в молодежной среде, потому что происходит, присуждение этой премии происходит так. Мы анализируем статистику книговыдачи наших читателей, мы анализируем статистику книговыдачи по базе ЛитРЭС, потом мы все эти результаты, молодежно-читательский совет, который, это волонтерское формирование, которое есть на территории нашей библиотеки, собирается, определяет 20 авторов, так называемый лонглист, который интересен нашей молодежной аудитории, и мы отправляем его в оргкомитет для дальнейшего уже движения, потому что почти все регионы являются участниками этой премии. И потом формируется лонглист, и в конечном итоге шотлист, и простым большинством голосов определяются победители. В разные годы лауреатами этой премии был Андрей Рубакин, Вадим Панов, Гузель Яхина, Виктор Пелевин. Посмею себе предположить, что эти авторы, они как бы среди молодежной аудитории тоже популярны. Евгения Валентиновна, какие мероприятия проводятся на базе вашей библиотеки? В год, если мне не изменяет память, у нас проходит где-то порядка 400 мероприятий. И это очень разные формы, они, безусловно, распределены по самым актуальным направлениям, это и патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, воспитание семейных ценностей, помощь в учебном процессе, ну, то есть вот такие традиционные направления, все они, в общем-то, у нас представлены, и все они у нас, скажем так, в ассортименте, то есть в зависимости от даты, от каких-либо акций или декад, или месячников, все это у нас всегда мы готовы к такого рода мероприятиям, и предлагаем их молодежной аудитории. Но вообще мероприятия можно условно разделить. Самый большой блок, пожалуй, это мероприятия, которые мы организуем для групп, для организованных групп, для классов, для школьников, для студентов, для, скажем так, организованных групп. Вот, они могут проходить у нас как в самой библиотеке непосредственно, так и в, скажем так, на территории того или иного образовательного учреждения, потому что таких мероприятий у нас сейчас много, особенно сейчас, вот пока у нас были ограничения, наши специалисты зачастую выезжали в образовательные учреждения и там проводили такие мероприятия. То есть первое, это мероприятия для организованных групп, их достаточно большое количество, и они у нас разнообразной тематики и разных форм совершенно. Вот, дальше это мероприятия, которые, так называемые, для групп сформировавшихся, таких уже, которых постоянно действующих. Это, сюда мы можем отнести наши клубы, наши творческие лаборатории, они просто с постоянной периодичностью возникают на территории библиотеки, либо каждую неделю, либо один раз в месяц, либо два раза в месяц. То есть это вот такого рода мероприятия, которые в рамках клубов у нас проводятся. Следующая группа, наверное, на которой стоит остановиться, это такие мероприятия, которые проходят в какой-то определенной временном отрезке, и они проводятся в рамках реализации проекта. Сюда можно отнести мероприятия, которые мы проводим в рамках реализации грантовых проектов. И вот примером такого сейчас, вот таких мероприятий, может служить как раз-таки проект наш «Из плоскости в пространство». Это победитель конкурса президентских грантов текущего года. Реализуется он совместно с Магаданской областной общественной организацией «Особое детство». Этот проект для нас уже не первый. Мы очень стараемся создать на территории библиотеки инклюзивную среду. То есть это история равной среди равных. И у нас это, я надеюсь, получается, потому что такой проект уже не первый, который у нас на территории библиотеки был реализован. И вот сейчас, как раз с начала марта, начал реализовываться модуль 3D-моделирования и печать. Мы приобрели с помощью финансовых средств, которые удалось получить, приобрели такое уникальное для библиотеки оборудование. Это 3D-принтер. Индивидуально в пользование каждому участнику проекта приобретены ноутбуки. И вот сейчас они учатся под чутким руководством нашего библиотечного специалиста, который также постигает эти азы этого 3D-моделирования. Это достаточно интересный проект. Это тоже такие мероприятия, которые проходят у нас два раза в месяц. И, конечно, наверное, такой достаточно серьезный блок мероприятий – это участие в общероссийских региональных акциях. Что тут можно отметить? Вот совсем недавно мы были участниками фестиваля «Клёва Клыма». Выездная площадка молодежная была нами организована. Мы были и там. Мы очень ждем в этом году нашу всеми любимую и всеми, наверное, уже полюбившуюся давно общероссийскую акцию по продвижению чтения, которая называется «Библия ночь». В апреле, мы надеемся, это будет 23-го числа, все ограничения сняты. И поэтому в этом году она вернется, наверное, в привычный формат. И мы будем очень рады, потому что мы очень соскучились за вот этим общением face-of-face. И наши пользователи, мы думаем, тоже соскучились. В прошлом году она у нас проходила, но она была с очень большими ограничениями. Мы вынуждены были делить потоки, мы вынуждены были работу площадок формировать по предварительной записи. И получилось, что люди не могли одномоментно находиться в большом количестве на территории библиотеки. Надеюсь, в этом году все будет иначе. Ну и последнее, наверное, что бы я хотела отметить, это различные конкурсы, в которых мы тоже участвуем, в которых мы участвуем, которые мы сами придумываем и тоже реализуем. И вот Лиза, буквально неделю назад мы с вами виделись на прекрасном нашем любимом, ну и очень, конкурсе «Чарующая классика». Проводили мы его уже в седьмой раз. По инициативе библиотеки он был рожден, создан. И, в общем-то, вы видели, что он тоже пользуется популярностью у молодежной аудитории города Магадана. Вот на этом, наверное, я пока завершу вот такой обзор тех мероприятий, каких-то мероприятий у нас могут проходить на территории библиотеки. А у вас в библиотеке работает литературная мафия, клуб настольных игр. Какие еще клубы или секции есть в библиотеке? Да, мы называем их клубами, мы называем их клубами, безусловно, а не секциями. Их у нас достаточно, они у нас разные, причем они у нас меняются в зависимости от инициативы, которая приходит к нам извне, с учетом изучения потребностей молодежной аудитории, ну и с учетом, конечно, наших возможностей. И вот вы уже отметили литературную мафию. Это вообще я очень люблю этот клуб. Он на самом деле пришел благодаря, он, наверное, появился у нас благодаря нашему инициативному и неравнодушному библиотекарю, очень творческому Веронике Сергеевне, потому что она его предложила, она, в общем-то, им руководит, и он сформировался и пользуется такой стабильной популярностью. Они играют уже достаточно давно, у нас уже второй год этот клуб, и, в общем-то, к нему интерес не затухает. У них, помимо того, что есть постоянные, как бы участники клуба приходят еще и новые. Не всегда даже есть возможность принять всех желающих, потому что вы понимаете, что там количество участников ограничено. Чем он интересен? Он интересен, наверное, авторским подходом, желанием развиваться. Они уже отыграли у нас «Валису стране чудес», теперь у нас тематически это «Гарри Поттер». Вероника Сергеевна сама рисует карточки, сама определяет героев и, в общем-то, погружает в этот мир литературный ребят, которые к нам приходят. Интересно и состав играющих, они очень разные по возрасту. То есть там спокойно могут уживаться вместе 12-летний подросток и молодой человек, которому 21 год. И за этим наблюдать крайне интересно. Мы, на самом деле, очень рады тому, что он у нас есть. Это вот вы о нем знаете, я просто немного не могла не передать вам свои слова, вот эти восхищения и такого интереса со стороны молодежной аудитории, который все-таки присутствует. У нас достаточно большой популярностью клубы пользуются по творчеству, по развитию различных творческих навыков. Опять та же Вероника Сергеевна, она у нас такой товарищ разносторонне развитый, она у нас ведет творческую лабораторию по рисованию с крестем кисти. Они учатся рисовать в разных техниках. Это тоже очень интересный проект и тоже сейчас пользуется популярностью. Результатом реализации предыдущего президентского гранта по созданию инклюзивной среды стал проект, который уже работает без поддержки какой-либо атмосферы. То есть это где обычные ребята и особенные ребята встречаются и тоже занимаются разными, совершенно разнообразными видами творчества. Он просто теперь работает, функционирует на территории библиотеки. Для этого уже не нужно ничего дополнительного. Но вот он остался, получается, и интересен всем. Интеллектуальные клубы, наверное, тоже о них стоит сказать. Мы все-таки библиотека. И тут стоит отметить клуб «Собеседник», в котором мы помогаем ребятам готовиться к выпускным экзаменам по обществознанию. И тоже он у нас, по-моему, на протяжении уже пяти лет работает и тоже пользуется достаточно таким высоким спросом со стороны молодежной аудитории. Прекрасным, получается, прекрасным итогом взаимодействия с инициативными нашими партнерами у нас есть два клуба по генеалогии и родоведению. У нас есть два клуба, они тоже на территории библиотеки действуют, но ведут их не наши специалисты, а как раз-таки инициативные педагоги, которые вышли к нам с предложением. И они вот уже на протяжении тоже нескольких лет у нас работают. У нас когда-то был такой конкурс замечательный, назывался он «Фабрика идей», когда мы выступили с такой инициативой, чтобы молодежные какие-то сообщества, просто инициативная молодежь, или все желающие могли предложить идеи каких-то проектов или клубов и реализовывать их на территории библиотеки. И вот, кстати, клуб по родоведению, он и являлся у нас тогда в числе финалистов, и теперь мы даем такую возможность, это совершенно бесплатно для тех людей, которые сюда приходят, и это все будет вот так вот получается результатом нашего совместного такого творческого труда. Такие клубы у нас работают. Ну, да, из клуба уже сказали, да, и настольные игры. Это вообще постоянная история, какая-то коллаборация происходит, он меняется в зависимости от того куратора, который ему задачен. То есть я так понимаю, что такое многообразие игр и вот столько, может быть, такой разный подход к ним. Вот сейчас у нас наш молодой специалист взялась, его абсолютно перезагрузкой задачилась, и мы пытаемся вдохнуть в него абсолютно новую жизнь, и надеюсь, что это будет все по-новому, он у нас зазвучит и заиграет новыми красками. Так что приходите к нам в наши клубы. Скажите, что вы хотели бы пожелать своим коллегам? Желаю мира и добра, здоровья и благополучия, профессионального комфорта, любви к профессии, движения только вперед и надежной команды. Евгения Валентиновна, спасибо большое вам за беседу. Зрителям я напоминаю, это была передача «Разговор по существу». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова